всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди на этот раз без гостя потому что гостей ждать времени нету дональд очень занят но я собственно когда могу тогда и пишу в общем-то варкап 300-3 сразу кстати говоря скажу что использую другой abs другие настройки и посмотрим в общем-то как как она чупают будут будем потихонечку учитывая сжатие youtube а будем уже потихоньку поднастраивать как чтобы было получше потому что в этом в записи в самой нормально выглядит а youtube как всегда это все изгавнит и собственно посмотрим как это будет в общем-то 303 300-3 если быть точным карта от раста до иена до иена это очень старый игрок ну давайте в общем посмотрим сначала на стрейф карта сразу скажу скомпилина с обами и это не очень хорошо потому что вот допустим на этой рампе если где-то еще есть трампы примеру вот джей да сейчас ловлю я ловлю это топ и тут есть об на карте и это не очень хорошо потому что можно скомпилить без обов и сделать просто в текстуру там где нужно в общем то ну вот я просто взял и словил бы в кутри у нас естественно без рампы просто поднимаемся по ступенькам прыгаем дальше прыгаем прыгаем здесь у нас падики там у нас судя по всему старт виднеется заходим сюда и здесь он как бы нам сигнализирует что нам дают плазму нам собственно и дали 200 патронов и по фиолетовым полосочкам поднимаемся и здесь у нас очень очень забавно он все это иллюстрировал то есть это я думаю что это показатель качества так сказать карты относительно данного здесь конечно можно было бы и перевернуть текстурки но и ничего страшного отобрали у нас в общем-то плазму далее у нас идет стена и внизу об которую мы успешно ловим и залетаем они залетают залетаем наверх далее чтобы у нас скачем скачем погибаем здесь нам дают ракету одну всего то есть мы можем здесь потратить и дают нам шафт поднимаемся опять шафт отбирает но ракета я не знаю оставил бы ракету хотя она наверное остается и не оператор давайте проверим а нет вот отбирает а ты нет то есть ракету на подъем со ступеньками ну мне кажется вот этот кусок карта мне очень полезен на мой взгляд то просто ему надо было что-то сделать ведь мочь хотелось ракету так идем налево поднимаемся здесь по моему с другой стороны тоже самое какие же ступеньки должны быть потому что нет и это финиш то есть мы поднимаемся с самого низа на самый верх запись идет все хорошо я надеюсь что ничего не лагает что youtube слишком не изговнил пикмип если что стоит 1 и если что надо будет мне напомнить сменить его на 3 если будет сильно слишком распадаться картинка потому что кубики здесь маленькие эти кирпичики вот единственный косяк в общем с рампой что он с с оба миром по а в остальном то как бы не особо каких то есть то есть можно наверно как-то вот то нет не заберешься совсем то есть поднимаемся здесь или на поднимаемся при хорошем раскладе можем еще здесь сделать гп здесь сразу падает на лоб хотя его наверно можно будет погнуть для баку 3 вот это вот вообще кошмар здесь у нас ракета мы здесь можем забол джамп поднимаемся с другой стороны у нас ничего нету то есть любом случае нам идти налево по паникам подниматься по рампе прыгать но вот это вот тоже я не знаю можно было бы еще что-то придумать настроить до из таких и стрейф джампа областей так сказать и вот эту часть поменять потому что она тоже кажется немного бесполезной но и финиш который по триггеру приземляться не обязательно насколько понял ну давайте смотреть демки темок много опять же будем давайте быстренько и точнее они не то что много и они длинные поэтому давайте быстренько посмотрим ну естественно с комментариями в плане что сделано не так из критичных ошибок потому что все мелкие ошибки принципе вы так и так знаете что вы жмете прыжок долго и все такое crazy 3 минуты с краснодара заранее извинился за свою демку только зашел на карту сервер тайм 40 секунд он сказал что не было у него совсем времени поиграть надеюсь что прохождение чистенькая зря надеюсь факт я не поставил вот кейна на отключение микрофона потому что я сегодня чихаю и я думаю что включение микрофона мне поможет ну я что могу сказать здесь что вы там вроде как неплохие иногда но конечно чтобы такие в принципе простенькие три поворота проходить достаточно стабильно можно конечно пойти просто поиграть какие-то карты на плазму опса второго раза получился первый раз кнопки не отжал вот и как я говорил вы q3 внутри здесь на скимить просто и как бы все по сути прямо ничего сложного но я думаю что при прохождении на скорость именно это треб будет требовать определенной сноровки будем слушать пока как я хлюпаю носом надеюсь записью все хорошо я прям волнуюсь что вдруг что-то не то напишите мне в комментариях если я там тихо громко звуки дефрага тихо громко напишите либо в чате лучше в комментариях на что он меня на примере скорее всего не будет получилось ну карту не первый раз явно играет но тем не менее уж тихонечко как-нибудь чистенько можно пройти но вот это не знаю особенно в кутри не как-то не очень эта часть выглядит хорошо фульган минута двадцать на полторы минуты перебил crazy же наверняка более чистая дымка будет тихонечко забирается правильно ну паш ну чё за дела блин я думаю что ты-то понимаешь что нужно отправлять хорошие чистые деньги ну ладно с первого раза это не может не радовать упс первого раза все хорошо у паши собами с контролем в кутрии и конечно наверное не так хорошо взять на перчаточку все правильно для обтекаемости паша знает трюки нет некоторые три типажа знает гигант молодец и собственно здесь финиш здесь уже что-либо заферить я думаю сложно ну посмотрим может у паши цпм более такая дамка приемлемая ну долго опять же прыжок жмешь паш ты знаешь об этом я знаю что играешь по фану но я должен тебе сказать чтобы ты старался лучше кузлях минута девятнадцать блин такой такие обзор долгие это и еще такие карты ну кроме вот стрейковый да наверно кроме стрейковый все карты какие-то линейные ну кроме двух стрейковых хотя и здесь типа тоже не роутов ничего нет здесь просто пройди себе чистенько быстренько и все больше тут ничего нет никаких пострелов разве что в цпм там где-то пару стен можно будет погибать но это все хорошие кузле очень хорошо поклонение целом я не знаю играть то может этот варка было и круто и приятные карты классные все такое но вот кузлях понимает что надо скинуть на молодец молодец немножко рокет зафейлил но ничего страшного еще я слышал не помню от кого кто-то говорит что обзоры с кем-то где-то на стриме по моему говорили обзоры с кем-то намного интереснее смотреть как ребят вы понимаете что во первых не с каждым человеком пойдешь обзор записывать во вторых все упирается во время skyx минута 9 давайте параллельно буду разговаривать потому что я критично и что-то увижу я обязательно отмечу хороший стрейк стать и сразу могу отметить что достаточно хороший осознанный такой стрейк он прекрасно знает как как и что ему нужно сделать чтобы хорошо постройки хорошо завернуть там и так далее обзоров с кем-то я не могу тоже взять любого человека из чата и пойти записывать обзор чтобы мы друг друга чувствовали свободно так сказать и могли говорить единственные люди на данный момент с кем я могу записать обзор это в молодом артедимом ну с экстеном если он вдруг вернется но это лучше не писать и обзор лучше из целый стрим сделать и поболтать посидеть потому что с экстеном мы тоже давно не общались если кто-то вообще помнит экстена если кто не помнит я вам скажу что этот канал появился в том числе благодаря экстену и вырос в это благодаря экстену тоже хотя на полпути ушел в личную жизнь отлично skyx керф минуту 08 из китая чуть-чуть совсем перебил он на полпути конечно ушел в личную жизнь но я так сказать наше дело продолжил ну в общем по поводу обзоров совместно с кем-то это тяжело ребят не всегда получается я конечно тоже хочу не не хоть не так скучно с кем-то сидеть да но демон сейчас учится удобно намного работы в ему тоже работает отличный стрейп почти отлично пропрыгал не стоит у него автосвич он кстати с ракетой пропрыгал или нет что-то я вроде смотрю вижу фигу ну неплохо неплохо в целом нормально правда вот с шафтом можно конечно побыстрее гораздо пройти компа лому с минуту 05 возможно на какое-то время обзоров снова не станет кстати потому что я немного уже устал и вот этот обзор я уже пишу мне не особо честно говоря хочется и возможно я для себя ему решение записывать обзоры только на реально интересные карты где есть хотя бы роуты какие-то поэтому не знаю либо помогайте отбирать хорошие варка по чтобы обзор всегда были либо не знаю не знаю тогда либо что очень хорошо быстро шафт пролетел компа ломус кстати говорит что он вообще ни разу не геймер и у него как бы даже и стима не установлена поэтому я думаю успехи в дефраге это чуть ли не народное достояние калининграда так как сидит старый дед ну условно говоря дед и играет там в косынку на работе и в дефраг дома то есть я в принципе думаю что такие успехи для именно для компа ломуса для как для человека в в некотором возрасте я тоже уже старый компа ломус еще старее немного я думаю что это успех относительный минуту 0 3 почти 0 4 а шанзи а так в основном же у нас молодежь одна играет вот вовка вроде тоже старый в мост старый все старые очень хорошо кстати пропрыгал первые патики и здесь вообще прям ну отлично прям прыгает намного увереннее чем компа луус либо кет посмотрю за показателями какие-то шумные да у меня слышно там очень хорошо шафт пролетел прямо отлично пролетел шафт это у меня возможно соседи там шумят я не знаю но возможно на стриме ничего не слышно на ползунок микрофона это дергается когда я не говорю отлично минуту 0 3 минуту 0 2 томи очень очень тесная да таймы вот вплоть до эйсида а дальше уже конечно с отрывом с большим ой случайно два раза нажал томи минут 0 2 не знаю вроде все чисто так сказать в аудио диапазоне не знаю на что может микрофон реагировать но заранее если что извиняюсь за какие-то шумы еще ничего не подключено я еще не стремил с этим оба сом ну точнее не то чтобы я поменял оба с я просто переустановил windows и поставил другой оба с заново его настраивал сидел сейчас поэтому если что ребят я дико извиняюсь за либо качество либо какие-то посторонние шумы еще нет не достроены шаг не очень быстро хотя в целом залетел неплохо пропрыгал хорошо ну все хорошо тут уже у ребят все хорошо посмотрим в чем может быть разница и компалон ставишь поддерживал молодцы ребята посмотрим в чем разница между пакистаном да и и мне быть вот томи или айсином да айсин у нас следующий первый кто вышел из минуты 59 секунд очень хорошо быстро пропрыгал но уголочек да пока этот никто не использует на которую можно прыгнуть срезать немножко себе путь до этих парах хорошая тоже плазма хорошие приемлемые углы сразу на лоб но в цифре я думаю что можно облететь каким-то образом конечно копился шахт тоже не очень быстрый точнее вообще не быстрый еще и забыл себе принести воды поэтому так волстрейфом здесь можно отлично весит прочухал что там лету что там точнее клип стоит на этих падах и там нельзя внутрь провалиться брич 55 7 если молодец то что если ты сам нашел вот этот волстрейф это тебе плюсик в карму от меня просто респект уличка то 57 брич из швейцарии бричу не знаю смотрит не смотрит обзоры в любом случае я буду работать так сказать на основную аудиторию кроме тех кого я точно знаю что смотрят из англоязычных тоже очень качественный стрейф ну у брича в принципе качественно все так сразу новый но пришлось пешком походить кстати я думаю что это относительный минус вот на ракете я думаю что очень хороша очень хорошо пролетел на ракете я думаю что есть смысл первые пару ступенек пешком пройти а потом ракеты себя сразу на шаг закинуть ну и стрейк на финише тоже конечно очень хорош все 5 и 7 очень очень хорошо выглядит дельта все 5 и 3 с дельтой мы вроде как зарубились на вышедшем уже на точнее прошедшем варкапе где был была карта баг 73 мы с ним в кутри в онлайне зарубились но он что-то по ходу сдался и даже демку не послал я бы посмотрел на самом деле демку а на максиме стример завтра или послезавтра кстати обзор будет там дональд первое место цп интересно посмотреть ну вот как я и говорил собственно очень хороший шафт но давайте запомним да после шафта 49 давайте запомним посмотрим реально ли шафт хороший шафт может дать какой-то плюс ну и финиш собственно ну все чистенько все хорошо степ 5 и 2 я не знаю тут как-то и ошибок ни у кого нету ну понятно что там crazy долго проходил потому что все не с первого раза или там ступеньки не сразу пропрыгиваешь или еще что-то хороший этот молодой человек явно знает как двигаться с плазмой по стенкам очень хороший стрейк ну а вот с третьей ступеньки 4906 960 там было 4904 то есть степа помедленнее немножко но мне кажется медленнее потому что он в левую сторону как-то ракета себя оттолкнул 5 и 2 ну и финиш наверно пострейфить можно посильнее но тем не менее перебил дельту из начального стрейфа я думаю потому что первый первая часть карты там ну грубо говоря до шафта вообще все очень классно сделано почти на секунду быстрее на 700 кет кстати поздравляю тебя степ с третьим местом большой-большой молодец 55 54 5 кец второе место йоу кет ну естественно хороший стрейф есть как бы не отнимешь все максимально качественно но уголочек тоже не использовать но может быть он просто не не по спейсингу вот здесь у кета побыстрее явно потому что он не врезался после плазмы а здесь степа явно по быстрее со второй ступеньки отталкивался вот это кстати гораздо быстрее 4 912 плюс-минус как бы одинаковые чеки на шахте это надо было смотреть наверно не уже не у топовых мест все 4 5 на первое место иван 14 80 82 и 8 поздравляю тебя иван если это смотришь либо тебе передадут что я поздравляю тебя поздравляю у ивана тоже явно стрейф не лишён так сказать типа очень сильно с плазма вылетел на 500 очень сильно плазма вообще все очень быстро с третьей ступеньки тоже сразу наша 9 и 632 до а там самое быстрое получается у степашки было степа если это ты степашка 4604 вроде очень классно очень классно очень быстро классная плазма или у дельты да или у брич или ну вот короче у кого-то из них честно говоря не помню план cpm упщикшен снова римыч кто-нибудь передайте римычу пожалуйста если с ним кто-то общается что пусть он сменит демонейм демонейм находится вот здесь дефрак сетап демос вот плеерный вот это демонейм меняется у вас пожалуйста проинформируйте римыча что нужно сменить минуту двадцать шесть и лагает как всегда немного говорим еще дымка по моему не очень получилось на рампе это бывает ничего страшного наружам за фейлил римыч римыч как же так ну ладно выпал так плазму с первого раза должен пройти ну здесь молодец не торопиться мыслил уголки вонечка и поплазмел все все хорошо так падает на лоб не совсем получилось тут тоже конечно не хватает я думаю опыта в контроле но это всегда можно исправить ну почти давай римыч так неплохо я вот думаю что вот эти там впадины нападок они смущали многих и пока что степ вроде как да а не ашанзи ашанзи по моему или степ ашанзи то а асид 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 прыгал там валстрейфом и он единственный кто там прыгал валстрейфом мы в цпм конечно посмотрим но в цпм так делать не был потому что можно даблджамп сделать 1.17 ну-ка из японии но асид безусловно молодец приз за оригинальность конечно на приз это не тянет но как бы это как сказал дональд что трофей участника мы тебе обязательно дадим так выставил угол ну не обязательно если что а ну и он из японии он меня наверное не понимает но если что ребят не обязательно именно вот такой прям идеальный угол это хорошо знать что вам такой угол нужен но плюс минус 1-2 градуса в принципе не очень критично чтобы потом если что его выровнять в нужный вам так вот не с первого раза и в принципе все остальное неплохо ну еще немногие я так понимаю знают как работает шахт в этом смысле которым он тут дается немного не залетел совсем не уверенно себя чувствует на таких видео платформах но это бывает ничего страшного ну и финиш 1.17 молодец ну-ка if you can speak some english please write me on comments and i just wanna know if you watching this i can comment it for you on english but if your english is good cause my english is bad and i think you need to have good english knowledge to understand me минута 13 синтакс из воронежа пока все неплохо я не знаю ну у меня уже скончаются слова просто кончаются мысли в целом все у всех одинаково так так ну не очень прямо хороший угол был как-то он как будто он немного вправо да смотрит хотя ему надо подниматься наверх но это в цп не критично выкутри бы конечно тебя такое не простило я думаю ну наверное да можно как-то перепрыгнуть имея достаточную скорость еще если гб там сделать ну посмотрим дональд вроде первое место занял хотя он вернул что не очень доволен своей демкой я смотрю ему верить потому что явно можно всегда побыстрее парень мест там не дотянул и это все и все и все это бывает так с дабл джампом даже один этот пропустил один падик здесь конечно зафейлил что стоило тебе явно около секунды ну чуть меньше да ну около секунды это конечно не позволило бы тебе перебить крэйзи но если ты не зафейлил плазму тогда бы все было нормально крэйзи минута 07 ну тоже неплохо прыгает что я могу сказать хорошая плазма с первого раза не долетел немного не хватает ракету зафейлил ну ничего страшного ну крэйзи заранее извинился я такой подход уважаю если это кого-то интересует что человек знает что он послал демку явно не лучшего качества в рамках своего скилла и он заранее написал он знает молодой человек знает и смотрит обзор знает что я ругаюсь на такие демки но он написал извините я вот не было времени послал что успел ничего страшного в этом случае я скажу ничего страшного так кузлех первый кто вышел из минуты 59.2 давай кузлех кузлех в последний день показывает невероятный успех на самом деле видна более такая более четкая картина его движений что он вообще пытается сделать использовал вот этот уголок как раз возможно он в СПМ как раз только и забелен вот и три его особо не движешь слишком высоко по моему поднимается как бы не забил потолок ну потолок судя по всему там на нормальном высоте вообще все отлично почти почти перелетел ну то есть он нам показывает как бы да что я знаю что как можно перелететь но делать я этого конечно же не буду на ракете очень много экономится шап неплохой перелетел тоже один паник ну и финиш 59.2 54.8 хулиган так хулиган давай не это самое так сказать будет снова нам менять оружие или как double jump он опять меняет оружие паша напиши что с тобой паша если тебе нужна помощь напиши где как если клюну вот буду тебя забрать паш просто напиши зачем он меня зачем он это делает почему это так смешно меня больше интересует что такое хоба 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 хорошая ракета на самом деле с нормальной скоростью все пропрыгал очень хороший шап получился но потом совсем уже совсем уже всю скорость потерял это конечно и минус зачем ты меняешь зачем зачем это происходит все 4.8 паша меня пояснил я буду делать давайте так я буду делать обзор и пока паша хулиган будет отправлять в обе физики хорошие таймы с таким если у него будет так же меняться оружие всегда это меня веселит я бы ради этого готовы делать обзоры давай паш и как бы это давай старайся меня и чаще чтобы я смеялся вся данины 6 skyx хороший отрыв на самом деле давайте посмотрим наверное вот тут вот уже начинают скипать хобб пропускать если кто-то не знает слово скипать хороший стрейф очень хороший стрейф остановился поставил угол это галочка это галочка это плюсик нужно так делать всегда не нужно пытаться выглядеть как будто ты очень опытный игрок и играешь десять тысяч лет если если это не так потому что в противном случае все это выглядит так что ты просто торопишься и хочешь поскорее вдруг получится поставить хороший угол ну вот на шафте явно поторопился хотя возможно просто не особо знает как он работает тоже один пат пропустил немножко косякнул со скоростью потерял там все ну 50 или 6 очень очень качественно очень качественно сергипус 57 динам все все что вот вот все на вот 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 это вот 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 первую здесь еще можно сделать маленький звук в общем-то относительно все быстрее здесь еще скорость почти не терял на финише как так ай-яй-яй-яй 57 вот если не финиш ты сделал бы 49 базарю механик третье место поздравляю тебя 488 мало кто опять же демки переслал да то есть такая опять я думаю что люди понимают которые вот механик третье место занимает он понимает что если будут играть нам про хип-поп плюс там еще кто-то лунтик да вот эти места он вряд ли займет на данный момент но это не водит у просто одно я думаю что они понимают и понимают что я просто к тому что я хочу чтобы вы понимали что если отправят более скилловые люди демки то не будет у вас такого места если вы вдруг начинаете этим местом гордиться тем более что второе место находится с большим отрывом тем не менее хороший шахт хороший стрейф правда здесь всю скорость потерял видимо постоянно перелетал там панике засток конце более чисто прошел я думаю что если бы еще перед перед ступеньками в конце не затормозил то было бы точно 47 а то и меньше потому что там ты экономишь получается очень много времени а ты еще пешком там чуть прошелся но такие косички мелкие да но зато прошел на верочку наверняка и это тоже можно понять 43 7 дельта второе место дельта глобально занял первое место враг да на этих варкапах трехсотых очень хороший стрейф а мог бы занять дональд если бы отправил на карту пуни демку сразу начинает плазнуть из остановки я вот не знаю можно ли реально ли можно скиднуть это топ потому что пока этого никто не сделал хороший шахт ой 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 немножко запутался там зафейлил по скорости перепрыгивал через один паник ну и 43 7 вот она вся разница то есть основная разница в начальном стрейфе и вот на финише в этих ступеньках либо ты прыгаешь через одну либо ты прыгаешь на каждой и все и вот это на карте два ключевых момента как по мне то есть не оп не решает если там все более-менее все ровно проходят они об не решает там ракета не особо решает плазма не особо решает потому что там прямые углы для поворота и скорости не особо сохранишь но в общем давайте смотреть дом 1 место поздравляю тебя дональд 41 и 9 намного перебил на 2 секунды по 4 давайте поставок так сохранилась побольше скорости на самом деле аккуратненько встала начал плазнуть винтер дома достаточно опытный игрок 600 классно получил очень хорошо нет нельзя скипнуть мир ног или можно но это уже надо забрать это дональд ой 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 ну тут понятно в чем разница лезать на ступеньку заверну вообще идеально у его такой красот еще на финише так стал чутненько просто просто красавчик очень классно то есть видите основная до шафт получается даже не шафт но как бы шафт ступеньки и старт все это основные параметры на ну такие ключевые понятно что чтобы сделать хороший рекорд на все хорошо сделать но это ключевые на мой взгляд сам я карту не особо играл поэтому меня не кричите но я видел как ее играл в дональд когда она началась когда варкапы начались эти ладно давайте пойдем в браузер это у нас значит результаты этого варкапа забанены и не пойми кто ну и ничего страшного ну-ка получает минус 23 когда потому что мог гораздо лучше судя по всему да потому что ранее он занимал более высокие места у степа кстати не очень понятный флаг bridge получает минус 6 потому что обычно он где-то в топ-3 а здесь он топ-5 ну и вот crazy прошу прощения времени совсем горит не оставалось ну то есть crazy скорее всего либо был занят либо у него и результат это вот результат либо у него просто нет не осталось на времени он две карты поиграл на 3 не хватило в общем то вот у нас потом 10 дельта побеждает дональд занимает сожалению седьмое место потому что он одну карту не поиграл поиграл бы занял бы первое я бы очень хотел чтобы дональд заслуженно победил потому что он взял топ-1 на первой карте и топ-1 на 3 мог бы взять какой-нибудь там за топ-3 на второй карте стрейфовой и я думаю успешно бы занял топ-1 а так дельтовой физики я считаю что не очень заслуженно но тем не менее дельта тоже очень сильно себя показывает комментарии я смотреть не буду вдруг там мат на мате в общем то ладно на этом все ребят жду комментариях по поводу качества звука картинки так далее и так далее и сам обязательно чуть-чуть посмотрю обзор и прям и свои свое мнение так составлю все ребят всем спасибо всем удачи старайтесь лучше приходите на стримы на twitch кто еще не подписан на twitch не ходит на стримы обязательно ходите там бывает весело бывает не весело бывает грустно но тем не менее все всем спасибо старайтесь лучше я обязательно буду выздоравливать и спасибо тем кто говорил будь здоров всем пока